Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология». Как всегда, по понедельникам мы выходим в эфир совместно с Максимом Трудолюбовым, редактором отдела комментариев газеты «Ведомости». Добрый вечер. Ну, пролетели короткие каникулы. Два раза мы с программой наш были в записи. Сейчас мы снова в прямом эфире. Рады вас снова приветствовать в этот холодный, уже почти осенний вечер. Ну, не знаю. Не знаю, как у Максима. У меня, собственно, как-то эти выходные, как сегодняшний день, были примерно как нынешняя погода. Это так пасмурно и тревожно было на душе. Осмыслял я то, что произошло в связи с переговором по делу Пусси Райт. Не то, что он для меня явился какой-то неожиданностью. Понимал с самого начала, что, естественно, срок будет, и срок будет реальный. Но как-то вот очень четко для меня, вот как примерно сейчас четкая такая осенняя погода, довольно четко встало все на свои места в отношении государства, в отношении общества, в отношении каких-то таких перспектив на ближайшие месяцы. То есть все сейчас довольно хмуро и трезво, мне кажется. Ну, и сразу представлю нашего сегодняшнего гостя. Его статью мы будем обсуждать чуть позже. Это Александр Рубцов, руководитель Центра исследования идеологических процессов Института философии. Добрый вечер. Добрый вечер. Максим, а твои ощущения, вот, так сказать, после этих всех выходных, но в том числе я сюда же и подключу такой достаточно как-то скромно прошедший, вот то, что попытались вчера провести, поминание 1991 года, пришло достаточно мало людей, тоже это как-то так вписалось в контекст. Ну, да, мне кажется, что общее погрустнение среди оппозиции или среди протестующих, наверное, действительно есть. Я, например, никогда не слишком перегружал себя ни оптимизмом, ни пессимизмом по поводу вот возможностей протеста, да, возможно, что вот нынешнее настроение. Действительно, можно сказать, что есть такое ощущение какой-то общей грусти осенней, которая, хотя осень еще и не наступила. Но мне кажется, что много происходит вещей, которые скорее, как бы, я предпочитаю смотреть на то, что происходит, как на прелюдию к некоему будущему. Вот я так до себя это понимаю. То есть, конечно, наверное, что-то выдохлось, какие-то способы протеста выдохлись, но, с другой стороны, этим далеко не все исчерпывается. Вообще жизнь совершенно не исчерпывается этой, как бы, стороной, этими действиями такого рода. Собственно, мы как работали, так и мы не работали. Ну, понятно, да, и в эфир мы выходим. Да, да, то есть, вот, мне кажется, что, ну, вот, история с Pussy Riot, она, например, для меня, мне кажется, как мне представляется такой прелюдии к дискуссии, которая, может быть, уже началась. Дискуссия о будущем, скорее, чем дискуссия о прошлом. Я это как-то недавно осознал, вот, мне, кстати, было бы интересно мнение и твое, Сергей, и Александра Вадимовича позже, вот, когда мы заговорим. То есть, мне кажется, что здесь задержатся зерна дискуссии о будущем нашей страны, о том, как мы хотим, какой мы хотим ее видеть. Ну, да, ну, поскольку, поскольку, вот, здесь же говорится уже далеко не о каких-то там вопросах, там, с СССР, да, вот сейчас 91-й год вспоминали, но, по сути, не хочется вспоминать 91-й год, да, потому что, как власти пытаются найти, построить некую новую реальность государственную, общественную, да, так и мы, наверное, хотим, общество тоже, наверное, имеет какую-то идею или ищет какую-то путем проб и ошибок, ищет некую идею будущего. Какое место в ней будет занимать религия, мифиология? Ну, вот, да. Насколько это будет светское государство? То есть, оно, наше светское государство никуда не исчезло, да, но... А, и не исчезло, да, вот, Максим, да. В него вдруг ворвалась вот эта реальность, реальность, связанная с религией, причем не религиозная сама по себе, скорее, а как бы все, что ее окружает, да, некая смутная мифологическая история, которая связана со смутными переживаниями, там, сакрального, нарушения сакрального, табу, все это, вот, предмет обсуждений последнего времени. Чтобы немножко обострить дискуссию, вот, я прочитаю одну цитату из статьи, пока еще не нашего гостя, вот, я хотел, чтобы он ее прокомментировал, из статьи, которая тоже, в общем-то, добавила к моему такому пессимистичному настроению, я думаю, многие ее читали из наших слушателей в «Новой газете», она была ровно неделю назад, 13 августа, «Государство диктатуры Люмпен пролетариата», которую написал Владимир Пастухов в «Новой газете». И там вот такая вот очень преамбула, довольно жесткая. «Архаичная Русь, придушенная Петром, растерзанная большевиками, осмеянная либералами, восстала из праха, чтобы послать миру свой прощальный привет, прежде чем испустить дух». Вот. Вот для вас вот эти вот события, в связи с пусть и рай, в связи с тем неожиданно сильным общественным резонансом, который она вызвала, у вас вызывают такие, Александр Владимирович, ощущения? Вот это вот восстание «Архаичной Руси». Ну, до того, как говорить про «Архаичную Русь», я бы несколько слов сказал про погоду. У меня нет такого упаднического настроения. Ну, слава богу, хоть один писатель. Ну, мне очень нравится идея думать о будущем, но сентябрь – это тоже будущее. Будет осень, лето – это каникулы. Ну, понятно, все расслабились. Потом будет осень, а там бабье лето. Ну, в политике тоже бывает бабье лето. И мне как раз кажется, что такой промежуток времени, когда все немножко отдохнули и соскучились по некоторым действиям, он вполне может в ближайшем будущем что-то такое продемонстрировать достаточно яркое. Кроме того, мы же публиковали тогда в «Ведомостях» эту стадию про то, что, наверное, не совсем правильно рассматривать вот эти вот тенденции в настроениях протестующих, на власти и так далее, как какой-то такой вот график, ну, такая плавная, сглаженная синусоида, где не бывает переломов. В цитологии есть такое понятие «мгновенные сборки». Вот то, что сейчас происходит и то, что происходило весной, мы это наблюдали, сидят аналитики и строчат одну за другой статьи про то, что вот протест выдыхается, выдыхается, потом бах! И выходят там несколько там десятков тысяч человек. То же самое и с историей с Пуссерайт. Никто же не думал, что вот это так рванет. Да, рвануло действительно. У меня такое ощущение, что, знаете, как если иголкой попасть вот этот в центр, в точку кристалла, то кристалл весь пойдет трещинами. Кристалл, вот по-моему, то же самое произошло с Пуссерайт. Но вот говоря о сборке, о точке сборки, которая идет, мне, что мне вот, о чем я думал в эти выходные, что для меня стало явно, тоже опять-таки я читал у кого-то из наших публицистов, обозревателей, по-моему, у Морозова, то, что вот после вот этой растерянности зимней и начала весны, после перегруппировки, которая произошла после 6 мая, вот за эти путинские студни, сформировалась, как он пишет, новая конфигурация, которая состоит из фонда Андрея Первозванного, из кооператива «Озеро», силовой составляющей и русской православной церкви. То есть такое православно-чекистское силовое полицейское ядро. Вот оно сейчас полностью сформировалось и полностью о себе заявило вот в связи с этим последним приговором. Ну, Максим, да, что Максим. Ну, вы знаете, я вот, я боюсь трескучих таких формулировок, то есть я, например, наблюдая за тем, как обычно действует Владимир Путин и его коллеги, я скорее склонен видеть вот такое умение использовать ситуации, умение хватать возможности и ее использовать. Они, конечно, не придумали этот концерт, да, они решили его использовать. Скорее всего, и это подтверждается некоторыми косвенными признаками, программа состоит в том, чтобы выставить, чтобы заставить людей, скажем так, широко недовольных, защищать этих девушек и тем самым представить этих недовольных в виде, там, сторонников, значит, кощунниц, значит, а заодно и там и геев, и лесбиянок, и каких-нибудь еще извращенцев. Ну да, очень удачно сюда Мадонна, Питер Габриэл включились, как бы, вот они западные, так сказать. Да, молодцы, западные звезды вообще просто сыграли лучше, как бы, их невозможно было бы купить, они сами, да, подыграли так, как невозможно было даже представить, да, авторам этой, как бы, пиаровской истории вокруг суда, то есть, представить недовольных сторонниками вот этих вот маргинальных, ужасных, извращенных ценностей, которые совсем не наши, не святая Русь, не русские, они как бы не русские, не православные, совершенно чужие. Вот это прочитывается довольно легко, очень простая на самом деле идея, ну, и, наверное, до какой-то степени она и реализована, то есть, но мне кажется, что поскольку она такая простая и прямолинейная, вот мне кажется, что не удалось настолько легко разделить общество, и, как бы, вот эту малую недовольную часть не удалось выставить совсем уж полный, полными идиотами, несчастными, загнанными, которым должно стать стыдно, должны собрать чемоданы и навсегда отсюда исчезнуть. Да, Александр Владимирович. Вот я-то думаю, Максим совершенно прав, что тут два представления. Одно представление это девушки, второе представление суд. Одно другого стоит. Это два хэппининга, два перформанса. И общество сейчас разделилось, мне кажется, по такой оси. Одни обсуждают девиц, а другие обсуждают суд. И говорят, вообще девиц нечего обсуждать. Ну, можно и так относиться, можно к этому, но то, что произошло на суде, это само по себе явление на порядок более яркое, значимое, чем то, что сделали девицы. Ну, да, я думаю, так может быть несколько рискованно сравнить. Вот вы знаете, как это к нам тогда залетел, этот южнокорейский Боинг, вот, и он активировал всю радарную систему Дальнего Востока нашего. Вот, Боинг, Боинг шибли, но то, что, так сказать, вот точно так же в это наше публичное пространство залетело Пуссерает, и вот эти все суды наши, церковники, прокурорские и так далее, там, начиная там с Мамонтова и кончая отцом Чаплиным, они все, так сказать, засветились. И в этом смысле, в художественном смысле провокация девушек, мне кажется, оказалась очень удачной. Вот, то есть, их миссия эстетическая и, так скажем, политическая полностью выполнена. Ну, безусловно, конечно, это, я думаю, что это одно из самых громких событий, Россия, собственно, этим прославилась, то есть, в мире эта новость лидирует. Это удача девушек, надо просто назвать вещи своими именами, собственно, так сказать, и в том числе и приговор двухлетний, можно считать их удачей, он включен в их стратегии. Вот, Емпольский очень хорошо сегодня об этом писал, что подобные акции приобретают смысл только в контексте реакции. Вот, и вот эта вот реакция, которая тоже ими была запрограммирована, я думаю, государство отыграло программу по полной, как девушки и хотели. Это художники, вот, авторы этого проекта, художники, которые работают не красками, не музыкой, конечно, они работают как бы общественным мнением. Общественное мнение является для них материалом, который нужно было как-то взыграть. Оно, безусловно, взыграло, потом, значит, власти перехватили инициативу и стали, значит, в свою очередь работать с общественным мнением. И сейчас мы получили вот такую, как бы, смесь результатов. И я думаю, что где-то вот внутри этого, там, где есть осмысленность, отвлекаясь от эмоций, там, где есть осмысленность, там, возможно, идет какая-то дискуссия о том, какая же, какую же мы хотим все-таки страну. Мы хотим вот такую, которая действительно будет содержать значительную долю вот этого вот иррационального, связанного с верой, возможно, национальной, возможно, вот этой этнической, там, какой-то там, или это действительно все-таки светское государство с натеждами на модернизацию, с правами, с какими-то ясными вещами, описываемым законом, а не центром. Ну, вот поскольку здесь прозвучало слово эстетическое, я думаю, здесь надо было этот момент немножко скорректировать, потому что вот у нас в разговоре уже сейчас противоречие внутреннее наметилось. Мы говорим, что девушки выполнили свою задачу, все здорово. Тут же мы говорим про то, что и власть ухватилась за этот повод и тоже во многом решила свои проблемы. Так, все-таки кто победил, кто не победил. И с точки зрения эстетики, вот мне кажется, очень важный момент это то, не очень радостный для меня момент, то, что эстетически сам по себе вот этот вот образ, маски вот эти вот с прорезями и так далее, и так далее, этот образ склеивается с протестом на уровне подсознания, как некое зрительное такое вот оформление. И это плохо, потому что он мне не нравится. Вот сама эта картина. Вы знаете, и далее, а ведь сейчас будет тиражироваться нечто подобное, уже же началось. И это тоже не очень хорошо. То есть здесь есть и позитивные моменты, и некоторые такие вещи. Людей в масках и людей, уже вы видели все видео в интернете, которые ходят в майках Богородицы Путина про Гайни, уже вот это вот православные такие фашистующие молодчики наскакивают уже, я думаю, скоро, недолго тот час, когда какие-то православные дружины будут ходить по улицам, там, я не знаю, казаки с нагайками, еще что-нибудь. Вот я вот в этом, уже подходя ближе к теме нашей передачи, что я хочу спросить. Вот тоже, Максим, был интересный ряд статей в ведомостях, был на той неделе. Одна из них, хотя идеологически мне совершенно чужда, человек, собственно, обслуживающий режим, Маркова, Сергея Маркова, но очень он важные вещи, мне кажется, там проговорил, в том числе, что выяснилось очень четко вот то, что он назвал молчаливое моральное большинство. Те люди, у которых образ пуссирает, сливаются с этим вот с презренным Западом, с вашингтонским обкомом, со всей этой гнилой либеральной интеллигенцией, которая, может быть, даже сейчас и нас не слушает, потому что, собственно, все мы те, кто обсуждаем поведение суда, ну вот мы в Фейсбуке, мы Финам ФМ слушаем. А вот это огромное молчаливое моральное большинство, оно как раз слушало Мамонтова, оно воспринимает вещи с первого и второго канала, и, собственно, оно-то сейчас очень сильно конституировалось и заявляет свои права, и очень сильно смыкается вот с этой новой властной конфигурацией. Ну, я, если можно, пару буквально слов про сам термин, это интересная вещь, когда Сергей Марков там ввел в текст, он соединил как бы две сущности, есть молчаливое большинство, есть моральное большинство. Ну, да, это бушевская moral majority, да. Да, это обычно моральное большинство, была даже такая организация, евангелистская американская организация, это христианские правые, так называемые, они, на самом деле, никакого большинства не составляют, и в этом как бы словосочетании, слово большинство, это самоназвание и пиаровский ход. а значит, в сочетании молчаливое большинство, это некий, ну, такой скорее электоральный, что ли, политический термин, там, президенты обращались к молчаливому большинству и говорили, молчаливое большинство, давай, там, решай, давай голосуй, там, не знаю, что, решайся на то или на все. То есть, соединить эти вещи, это как бы создать некую такую новую реальность, по сути, вот, они хотели бы, наверное, чтобы такая была реальность, что это молчаливое моральное большинство, одновременно и большое, и носитель таких вот консервативных ценностей, которые мы как бы им сейчас сконструируем, поскольку у нас их готовых нет, у нас нет готовых евангелистов, которые из поколения в поколение, да, носители определенного понятного набора ценностей, этих протестантов, белых, о которых обычно там в Америке речь, у нас это как бы, ну, будем считать православным, так решили, да, что это некие православные, хотя, заметим, наши православные все там, вот, включая меня, например, это православные в первом поколении, мои родители не знали, что такое церковь и православные, это огромное большинство, мы все неофиты, вот, и говорить о том, что это вот, ну, есть искусственность в этом, да, искусственность, это сконструировано, вещь, ради нее, значит, заклали девушек, как бы, символически, они, как бы, покусили, сделали такую вот схему, что они покусились на это большинство, за него, значит, за это покушение их наказали, и отсюда, как бы, разработали некую пиаровскую стратегию, которая, кстати, Сергей Марков, спасибо, ему прописал, прямо, очень четко, вот, оттуда эта вещь, про то, что попробовали бы в мечети, да, оттуда, значит, это потому, что они все повторяют, это ясно, что нельзя проявлять слабину, часть одной инструкции, да, попробовали бы в мечети, и вторая важная вещь, это что, если бы мы их не наказали, то русских уважать перестали, перестали бы, потому что, ну, допустим, кавказцы, мусульмане вообще, сказали бы, ага, русские не могут защитить свою святыню, мы, значит, на них теперь будем плевать, сверху, значит, смотреть на них, вот, они как бы придумали такую конструкцию, что есть вот это вот молчаливое, большое, моральное большинство, и мы его защитим от кощунниц, кстати, да, было очень интересно, по-моему, сегодня же интервью Ткачева, губернатора, вот, и он вот как раз в этом контексте говорил, что вот у нас там дагестанцы лесгинку танцуют у меня перед этим самым, перед дворцом губернаторским, и он это как раз связал с Пусси Райт, что если мы не накажем, то, так сказать, они теперь лесгинку будут танцевать, собственно, вот, по всему региону. У него там еще своя повестка дня, ему надо, потому что он выбрал себе это для его компании, да, предвыборной важной, он там борется с Кавказом. Ну, да. Ну, вот я хочу нашего гостя напомнить, что это Александр Рубцов, руководитель Центра исследований и логических процессов Института философии. Вот это вот моральное большинство, или вот тоже, как его Марков называет, молчаливое моральное большинство, оно как-то смыкается, коррелирует с властью, вот с этим вот, так сказать, новым властным субъектом в лице, вот, я не знаю, Путина, православной церкви и так далее. Вы знаете, я вообще-то с этим термином большинство обращался бы поосторожнее. Обычно это у нас принято говорить о том, что люди, которые причастны к протестным настроениям, вот они живут в некотором виртуальном мире, вот, Фейсбук, Твиттер, там и так далее, всякие площадки блоговые. Но с этой точки зрения вот это большинство, о котором мы говорим, оно точно такое же виртуальное. Я совершенно не готов обсуждать вот так вот просто сходу, а что там на самом деле за сознание, потому что это произведение телевизора. И что это за люди, какие у них на самом деле настроения подлинные, какой потенциал, моральный в том числе и политический. Я представляю себя таким образом. Вот распилите телевизор пополам и пусть в одной половине будет то, что есть сейчас, а в другой половине пусть будет Фейсбук, живой журнал и так далее, и так далее. И пусть они все это смотрят. Вот тогда мы, может быть, впервые узнаем, а что это на самом деле за люди. И то, что сейчас происходит у них в головах, это же тоже театр. Власть устраивает представление, а эта публика, она на самом деле тоже играет свой спектакль. Спектакль лояльности, спектакль поддержки и так далее, и так далее. Она где-то верит тому, что происходит на сцене, а где-то и не верит, потому что фальша всегда чувствуется. И вот этот катарсис, он бывает в театре только пока с потолка не капает. И когда в буфете все нормально с напитками и с едой. А вот сейчас начнутся проблемы с ЖКХ, это... И вот посмотрим, как этот спектакль будет поворачивать. Ну да, как они... Ну пока, не знаю, как мне кажется, что вот сейчас находится нащупано нашими политтехнологами, властными политтехнологами, некая смычка между вот этим вот якобы псевдо-псевдо-большинством со своими... со своей такой агрессивной нео-архаикой, запросом на православие, на место России в мире, на Россию стоящую с колен и ну то как раз о чем мы будем говорить нашим перераспределительным паразитическим правящим слоем. И вот эта вот новая легитимация, все мы все наигрались в модернизацию, наигрались там, не знаю, в раннепутинские вещи, пролетела это медведевское четырехлетие незамеченное, и вот сейчас окончательно оформилась новая идеологическая доктрина. Это вот такое вот достаточно агрессивное националистическое православие, которое легитимирует контракт между большинством и нашим паразитическим государством. Ну, в смысле, как бы, будем говорить, ну как, я думаю, что это проект. Слушай, ну мы же о будущем договорились говорить, вот мне кажется, что вот сейчас, буквально, вот я говорю, вот эти вот мысли, как бы вот эти вот осенние, такие рваные, как рваные облака, которые вот мне пришли в эти выходные, это вот примерно такие, что, так сказать, а, это вот это вот большинство, вот этот вот, можете называть, я не знаю, ну не хочу я здесь чисто люмпин говорить, или вот как там в фильме Елена там Звигинцева, или там, я не знаю, бюджетники, или поклонная, да, с одной стороны, вот этот вот большой дискурс такой, который обожествляет государство, обожествляет Путина, которому нужна вера царя и отечества, вот, с другой стороны, режим, который долго ногами искал какую-то почву, чтобы оправдать свои перераспределительные коррупционные схемы, и вот, вот эта вот смычка нашлась очень удачным образом, начиная с прошлого ноября, как нам завезли поезд Богородицы, вот, и когда Якунин предъявил Путину тот почти миллион человек, который пришел в него посмотреть, вот в виде православия нашлась та смычка, которая обеспечила нам вот это вот единство партии народа. Ну, по крайней мере, это такой проект, вот, мне все-таки хочется сказать, что это, это один из, это один из возможных путей, то есть, наверное, это тот путь, которым очень хотелось бы последовать, да, но хочется понять, насколько это вот реально, насколько, насколько можно это осуществить. Ну, да. Я совершенно согласен, вот если это рассматривать как проект, тогда это можно обсуждать, а как реальность большой вопрос, потому что вы почти как аксиому произносите слова о представлении президента, а вот посмотрите на фокус-группы, которые Дмитрий, нет, не рейтинги даже, а фокус-группы, которые делают Дмитриев и Белановский в ЦСР. Никакого там обожествления нет, там, скорее, ну, люди терпят, вот, больше некому, если кто-то, ну, и так далее. Вот эти настроения, они преобладают, и язык меняется, меняется тональность, и появляются очень такие жесткие ноты. И власть, она тоже идет по этому, в принципе, в этом стиле пытается действовать. Я называю это стратегию убийства драки не помеха, ну, там сейчас, а там посмотрим, что дальше будет. Мне кажется, это такая недальновидная стратегия. Ну, вы знаете, хорошо, что вот вы так немножко, так сказать, подрываете мы вот этот вот осенне-туманный пессимизм по поводу, да, того, что происходит в стране. Давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, а после этого уже обсудим, собственно, статьи и тот новый контракт между государством и обществом, о котором наш гость писал. Добрый вечер, снова программа «Археология». Сергей Медведев и Максим Трудолюбов в студии. Наш сегодняшний гость Александр Вадимович Рубцов, руководитель Центра исследования идеологических процессов Института философии Российской Академии Наук. И, собственно, после такой долгой преамбулы, мне кажется, необходимо было какие-то вещи нам проговорить по следам приговора по делу Пусси Райот, хотелось бы поговорить, собственно, о той статье, которая явилась поводом для сегодняшней передачи. Статья от 15 августа в ведомостях под названием «Как договориться с бандитом», где Александр Рубцов вот как раз обсуждает эту теорию государства как стационарного бандита. Вот, Максим, напомним, наверное, нашим слушателям, что такое стационарный бандит. — Есть экономисты институциональные, которые изучают как работают институты, то есть правила. Институт — это правила. писаная или не писаная, а, значит, в американской в основном экономической науке появилось такое, как бы, ее какой-то такой подраздел, что ли, который ученые, которые работают в этой сфере, они стремятся понять, как работают вот такие правила, от чего зависит благополучие или неблагополучие общества, как оно вообще развивается, как оно создает государство, как люди договариваются. В общем, это как бы вечные проблемы, это вечные вопросы, вечные попытки найти ответ на вопрос, почему появляется государство, почему одни государства хорошие, другие плохие. Иными словами, вот один из ученых в этой области, Манкур Олсен, он придумал такую вещь, как стационарный бандит. Логика простая. Если бандит, который носился по полям и, значит, деревням грабил их, решает все-таки осесть в какой-то момент на одном месте, он вдруг поймет, что ему невыгодно грабить эту деревню, эту местность полностью. Ну да, отжимать все до конца. Ему выгодно наоборот, даже предоставить некоторые базовые услуги, например, безопасность, так, чтобы люди, которые живут на этой его собственной территории, кормили его долгосрочно. Это некоторый во времени уже процесс, то есть он начинает думать во времени, он будет собирать с них какую-то долю их богатств, но не будет грабить их полностью. Ну как умный рикетир, грубо говоря, который не будет коммерсанта своего отжимать полностью, а даст ему немножко, так сказать, жирком подернуться, и, собственно, чтобы бизнес его функционировал долгосрочно. Это как бы теория, возникшая в рамках вообще большого диалога о том, как появляется государство, как возникает договор, почему государства такие, вот, это один из способов смотреть на это. И вот Александр Валерийович. Ну вот, да, Александр, вот очень интересный мне показался ваш аргумент в том, что государство наше вовсе, да, не стационарный бандит. Оно не дает людям разжиреть, а оно как раз такой скорее корсар, пират. не совсем так, и я-то как раз следующий ход в этой логике сделал немножко в сторону, потому что, во-первых, само это выражение, словосочетание «стану и бандит», оно такое яркое, вкусное, за него люди хватаются, ну, как государство называть бандитом, ну, уже приятно. И очень часто это используют, ну, просто как ругательство. Но если посмотреть действительно в эту концепцию, то Максим абсолютно правильно все это обрисовал. Я бы только там добавил, что залетный этот гастролер, он вынужден отжимать все, потому что то, что он не заберет, заберет его конкурент. Поэтому даже то, что он несет, его вообще-то надо сжечь, по идее. И возникает вот этот вот оседлый бандит в тот момент, когда один бандит усиливается и получает возможность монополизировать вот это вот право на насилие. Тогда он становится защитником этой территории от всех остальных бандитов. Но у нас сразу возникает следующий образ. Ну, действительно, почему наше государство ведет себя не совсем в логике стационарного бандита, а очень часто ведет себя просто как гастролер. И об этом, кстати, недавно написал Кох в Фейсбуке, потом это протранслировали в новой газете. Ну, это тоже вечно совершенно понятное. Если богатство нации производится трудом людей, то тогда к людям одно отношение. Если оно черпается из недр, продается за рубеж и так далее, то у государства народ вообще-то не нужен. Вот обслуживают качалки, ну, там, систему услуг, там, и так далее, и так далее, а большая часть не нужно собственное производство, и не нужен народ. Это, строго говоря, помеха. Ну, то, что ты говорили, нужно несколько миллионов, которые будут обслуживать трубу и, так сказать, вот этот вот шлейф. На самом деле, там очень много всего, шлейф-то, на самом деле, очень большой. Но в том-то и дело, что если с трубой происходит какая-то беда, то тогда весь этот шлейф начинает рушиться. Вот этот гигантский шлейф начинает работать то, что я называю отрицательный мультипликатор, начинает все сыпаться. И вот это, конечно, вещи очень опасные. Но я как раз говорил о некотором другом, концептуальном ходе, тоже не мной придуманном. Ведь, когда мы говорим о стационарном водите и гастролере, мы говорим только в одной логике. Это логика вертикального контракта. То есть, право на то, чтобы править, люди завоевывают с оружием в руках. И потом, фактически, это воспроизводится то же самое насилие. А есть совершенно другой контракт, горизонтальный, когда люди между собой договорились и делегировали кому-то право. Так вот, если мы будем говорить строго, то к нашему государству, с точки зрения его конституционных оснований, вообще не применима эта логика. У нас, вообще-то, по конституции типичный, горизонтальный контракт. То есть, у нас выборы. У нас выборы, право делегировано, но самое-то главное, что если стационарный бандит, он отжимает у людей некоторые, там, благо, там, или средства, и так далее, и так далее, то у этого такой вообще нет возможности, легальной. Потому что все, что он собирает, это все не его. Это все принадлежит тем же самым людям. Он управляющий, он приказчик. Поэтому у нас это не бандитизм в том смысле, который там имелся в виду, а по логике законодательства и конституции и по логике формального контракта. А у нас это приказчик или ночной сторож. Ну, другой из... Отношение этой не следует, логика контракта. Есть писанные правила. Совершенно верно. Есть писанные правила и реальные. Вот по, как бы, номинально, номинально наши конституции и законы предполагают, конечно, совершенно вот такое отношение к власти как менеджер. Но реальность другая. как бы, вообще, большая часть нашей дискуссии о наших отношениях с государством, она, кажется, находится в этой области между. Да, Александр Владимирович? Вы знаете, да, я сейчас хочу в этот момент еще наших слушателей подключить таким вот вопросом. А вот вы как считаете, государство наше это менеджер нации или бандит, отжимающий нацию, так сказать, перераспределяющий ресурсы нации? Государство менеджера... Бандит это метафора. Метафора, да, естественно. Мы говорим в терминах институциональной экономики. Не надо нам экстремизм здесь. Не обвиняем никого. Да, да. Государство наше менеджер или, ну так скажем, существо паразитирующее на национальных ресурсах. Человек, управляющий национальными ресурсами или паразитирующий на национальных ресурсах? 65, 10, 99, 6. Государство менеджер или бандит? Да, ну так... Вот здесь, понимаете, сейчас мы как раз затронули вот эту вот проблему многослойности взгляда на эту ситуацию, потому что аналитик другого склада, он по идее должен сказать, ну а какой смысл говорить о конституции, о законодательстве, об этом формате общественного договора, если ничего не действует? Вот надо смотреть на реальность, как она есть. И в этом есть тоже своя правда, есть определенный смысл. И вообще-то для философии это вообще-то делается самое любимое, то есть бороться с очевидностями, раскалывать то, что всем очевидно и обнаруживать некоторую реальность, которая скрыта. Но с другой стороны, есть в той же философии другой подход. А вот эта вот сцена, вот эта оболочка, эта упаковка, это что, совершенно пустое место? И вот тут как раз и возникает конфликт. И мне кажется, что у нашей нынешней власти основной конфликт в том числе с этим и связан. Потому что оболочка, упаковка одна, пытаются в эту упаковку сейчас втянуть другое идеологическое содержание, оно туда никак не втягивается, а человек оказывается в шизофренической ситуации, потому что он же не может легально каким-то образом оспорить конституционные основания родного государства. И вот возникает эта проблема. К тому же, понимаете, вот как я в статье написал, это пират, который, по сути дела, завербован, он является иностранным агентом, потому что на вывозе и хранении добычи он уже заикарился. Ну да, ему нужен внешний мир, куда он будет продавать эти отнятые ресурсы. Это пират, ну и свою добычу держать. Это пират, который в цивилизованном банке держит свою добычу. И он постоянно еще должен являться на какие-то аудиенции, встречаться с приличными людьми. Вот он корсар и одновременно он еще в этом положении находится. Ну как Фрэнсис Дрейк, он был корсаном и корсаром в то же время Елизавета его орденом. Ну да, такая двусмысленная ситуация здесь возникает. Ну то есть он должен быть в двух, он должен в двух как минимум реальностях существовать. То он то он бандит, беззаконный человек, то он наоборот сверхзаконопослушный. То есть он... То есть, да, вот такой двойной императив. С одной стороны, государство у нас перераспределительное, грубо говоря, занимающееся делом ЮКОС, да, так сказать, перераспределяющее ЮКОС в пользу там Роснефти при помощи Вайкалфинансгрупп. Но с другой стороны, это же самое государство должно идти на выборы, да, доказывать свою легитимность и заниматься всеми этими скучными вещами, типа встречи с западными лидерами и пририсовывание ноликов на выборах. Но вот если мы заговорили о выборах, то тут тоже интересный момент. Вот Андрей Колесников, который тоже недавно высказался по этому поводу, он сказал так, что, ну, раз выборы, то у государства одна проблема откупиться от бедных. Сколько нужны денег для этого? На мой взгляд, это тоже не совсем верная точка зрения, потому что, опять же, телевизор. Вот если бы не телевизор, то это государство близко даже не откупилось бы от населения. Население недоплачивает очень сильно. И вот здесь может быть... То есть там дисконт страшный на политике. Поэтому бандитизм концентрируется именно в сфере политики. Чтобы отобрать людей деньги, надо сначала лишить их голоса и украсть у них голоса. Ну, давайте, может быть, сейчас все-таки объясним, каким образом государство все-таки отнимает у нас деньги и каким образом происходит вот это вот пиратство, этот бандитизм государства. А что тут объяснять? Ну, да, спросите Макаревича. Ну, так. Ну, там все просто сказано. Ну, вот самые примитивные взгляды. Есть, конечно, очень много сложных вещей, но вот это самое простое. Но для меня как раз тут интереснее даже вторичный раунд. потому что одно дело, когда распиливают этот бюджет, это, ну, такая институциональная системная коррупция, с ней тоже можно как-то бороться, но это один разговор. Но этого пирога всем не хватает. Вот желающих присосаться очень много, а тут уже все поделено. И тогда возникает вот этот вторичный слой на уровне средней и низовой бюрократии, который работает по принципу, ну, то, что называется административные барьеры и так далее. Эти лицензирующие организации, да? Работает по принципу, мы вам будем больше мешать, чтобы вы нам больше платили, чтобы мы вам меньше мешали. Вот такая вот логика. Да, сертификация, лицензирование, все вот эти регуляторы, надзоры и так далее, и так далее. И все это обрастает таким толстым слоем около государственных фирм. То есть фактически государство, ну, как некий пират, как некий паразит, во-первых, само занимается, да, вот этим вот перераспределением, и, во-вторых, его приказчики этого государства, да, тоже занимаются уже вторичным перераспределением, то есть они уже пилят бюджет. Вот, нет, вот, который пилит бюджет, это первичное перераспределение. А, и это, ну, понятно, это вот, ну, есть, конечно, определенный вред, но он, понятно, имеет свой предел. А люди, которые должны еще каким-то способом присосаться, они должны еще создавать препятствия для других. Это гораздо более опасный вид коррупции. То есть они должны придумывать постоянно какие-то дополнительные барьеры и так далее, иначе просто никто денег не дает. создавать их искусственно. Эти сидят, они не могут щелкать клювом, потому что мимо них проносятся миллиарды. Но они и так проносятся, а тут ничего нет. То есть вы имеете в виду то, что пишутся законы, запрограммированные, как бы внесенными в них заведомыми такими дырами, возможностями, точнее, возможностями, скажем так, которые можно использовать. Непрямые нормы и так далее. Я хочу напомнить наш телефон прямой студийный 65-10-99-6. Скажите нам, как вы считаете, наше государство является менеджером или пиратом? То есть собственно менеджером национальных ресурсов или тем, кто отнимает национальные ресурсы, распиливает бюджеты и пускает на собственные рентные интересы? Ну так вот, Александр Владимирович, хочу спросить, так может быть вот это вот то, что мы в первой части говорили, вот это вот новая такая православная идеологическая конфигурация, она является вот той самой легитимацией, да, того вот этого гигантского распила, который происходит? Ну, я думаю, что люди так бы хотели, но мне кажется, что это вряд ли, потому что это такие мало пересекающиеся реальности. И на самом деле тот, кто связан, кто сталкивается с этим вторичным слоем среднего низового уровня бюрократии, те же все прекрасно понимают. Единственное, что пока недостаточно склеен вот этот образ с верховной властью, то есть считается, что вот есть вот там, а вот эти-то вот, которые ходят, то есть где-то, ну, те же самые гаишники и так далее, что это что-то как будто бы другое, а на самом деле это клонированный начальник. 65, 10, 99, и 6. Государство наше менеджер или пират? Игорь на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. С точки зрения того, что сейчас на данной секунде происходит, я склоняюсь к мнению, что ближе к бандиту, но тут тоже есть некоторый нюанс. То есть бандит, в понимании, которое обычно было, да, это человек, который не следует неким правилам государства или общества, в котором он живет, но у него есть некие свои правила, по которым они живут. То есть, ну, есть некие негласные правила между бандитами. Правильно? А у нас складывается такое впечатление, что у нас даже внутри, то есть, если мы исполняем государство... Алло, да, соскочил. Ну, я думаю, да, что мысль Игоря... Понятно, что даже те неформальные правила, да, которые, скажем, бандит устанавливает, они в результате... Да, у нас что-то все звонки было, три звонка, все звонки сорвались, какой-то сбой на линии был. Ну да, я думаю, так сказать, если я позволю себе договорить за Игоря, что вот те неформальные правила, которые были установлены, они тоже не соблюдаются. Ну, там, на самом деле, сложно. Мне кажется, что вообще само существование вот этой как бы номинальных правил, да, тех, которые законы-законы, настоящие, да, и конфликт между ними и понятиями или реальные правила, вот он сам по себе рождает, ну, невероятно, такое вот, огромную такую дыру, да, в которой и варится большая часть, ну, как бы, активной деятельности, да, человеческой в нашей вот стране. Ну вот, снова заработали наши телефоны, 65, 10, 99, 6, государство-менеджер или пират? Павел на линии. Алло. Юрий. А, Юрий, извините, да, Юрий, слушаем вас. Да, знаете, очень интересная дискуссия, очень спасибо вам большое за то, как вы все это обсуждаете. На самом деле, мне вот текущая ситуация до боли напоминает фильм «Матрица», который у нас, государство всех делает ячейками тупыми, которые вырабатывают электричество тепло, ну, условное, да, и чем тупее, чем ограниченнее мы будем, вот такая огромная масса, 140 миллионов ячеек, потому что, ну, действительно, есть труба, есть там металл, и, в общем-то, больше ничего не надо. И, как сказал один человек, лучше вообще не работать, чем меньше они будут работать, тем лучше. И вот это все зомбирование телевизионное и прочее, и упрощенный такой подход к религии, такой, ну, понятно, да, который рассчитан на массу, которую, опять же, она же и формирует. Так что, добро пожаловать в «Матрицу». Понятно, Юрий, спасибо. Такой печальный взгляд. Да, пожалуйста, Александр Владимирович. А вот мы как-то, мне кажется, немножко передавливаем с религией, потому что, ну, сейчас это на поверхности, тем более в связи вот с этим скандальным процессом. На самом деле, я думаю, что удельный вес этого, в том числе в идеологической конфигурации, несколько меньше, чем вот тут сейчас кажется. Но, с другой стороны, действительно, есть проблема заполнения идеологического вакуума, потому что, если мы вспомним выход Путина на второй срок, то в тот момент действительно, а, нет, нет, даже не на второй срок, а именно, когда передавались вот эти вот борозды правления якобы Медведеву. Вот в этот момент нужно было продемонстрировать, что идеологический курс, он принадлежит все-таки патриарху. И тогда вот появились вот эти все разработки, связанные со стратегиями и так далее, и так далее. Все это очень активно писалось. Но там мы помним, что тогда люди, мы попросили экспертов что-то написать, они подумали, подумали и, в общем, сказали достаточно правильную вещь, что этот курс обречен, что на сырьевой ренте можно протянуть какое-то время, но менять это. И тогда смена вектора развития, мы сидим на игле, и так далее, и так далее. Все это звучало вообще-то не каждый день, но достаточно основательно. Потом я помню, на каком-то, по-моему, это только на госсовете, Владимир Владимирович выступал и сказал, что если мы не сменим вот вектор развития, не слезем с этой иглы, то мы поставим под вопрос само существование страны. Он взял паузу и добавил, говорю это без всякого преувеличения. Но тут, по идее, зал должен был бы сказать, так, Владимир Владимирович, подождите, дальше не надо, вы нам объясните вот здесь, что это такое, вы просто нас перепугали. А все это съели спокойно, пошло дальше. Ну, сказал и сказал, мало ли. Но самое интересное, что сейчас вот это пропадает, эта линия, и ее надо чем-то заполнять. Потому что это была... То есть нам больше не говорят, что у нас ресурсное проклятие, что надо... Соскакивать с нефтяной иглы. На последнем экономическом форме в Ленинграде что-то такое прозвучало, но не сравнительно с тем. Но это уже не дело раньше. Интересно, интересно. Но тут еще вся же беда в том, что дело вовсе не в том, когда грохнется эта сырьевая экономика, а в том, сколько нужно времени для создания несырьевой альтернативы. Она же не может возникнуть в одночасье. И вот точки невозврата мы проходим сейчас, если уже не прошли. Независимо от того, когда начнутся кризисные явления уже такого полномасштаба. Да. Страшные вещи говорите. Государство. Менеджер национального богатства или пират, его отжимающий и отбирающий? 65, 10, 99, 6. Константин. Здравствуйте. Добрый вечер. Я придерживаюсь с точки зрения того, что государство все-таки менеджер нашего ресурсного богатства, но, правда, менеджер ужасно глупый и даже, более того, наверное, бестолковый, который не может оценить перспективы развития и, ну, и, как уже было сказано, да, там элементарно не может слезть с этой нефтяной и газовой иглы, не строя никаких заделов на будущее, пытаясь как-то за счет того, что есть сейчас, ну, накормить обещаниями и какими-то подачками народ. Вот. Это недолговечно. Любой пират бы, я думаю, смог бы предугадать это на несколько, ну, по крайней мере, лет, десятилетий вперед. Ну, да. Если хотел бы... Извините. Связь... Да, извините. Что-то у нас, да, сегодня линии просто совершенно перегружены, срываются. 65, 10, 99, 6. Менеджер или пират? Павел. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня несколько неожиданная точка зрения. Я как-то не очень давно в беседе с друзьями, мы беседовали примерно на ту же тему, высказал такую мысль, что и не менеджер, и не пират, а, скорее всего, такой комендант в фронтлагере. Вот. А почему именно так? Потому что в основном население мечтает о том, чтобы паечку увеличили, а не о том, чтобы с нефтяной иглы кто-то вслед. То есть подавляющее большинство даже не знает, а это нефтяной иглей, об этих всех зависимости. Один из моих друзей сказал еще круче. Он сказал, да нет, говорит, мы для государства не военнопленные, мы для него добыча. И вот, и вот, глядя на то, что происходит в последние несколько лет и с ресурсами, и с внутренней политикой, я начинаю соглашаться с одним своим приятелем, к сожалению. Да, да, жестко сказал ваш приятель. Да, Александр Владимирович. Но тут, понимаете, надо понимать, что происходит в голове у этой власти. Потому что, когда одна половина экспертов говорит, что все уже дошло до ручки с этой нефтяной иглой и так далее, что, может быть, мы уже опаздываем, а другие говорят, что дали 30, 40, а то и 50, все будет нормально, то есть слышат, естественно, то ухо, которому приятнее слушать. И, кроме того, я просто много раз замечал, что даже вполне-таки продвинутые либеральные наши экономисты тоже не очень, вот на мой взгляд, правильно оценивают ситуацию. Потому что, когда говорят, что маловероятен, ну, скажем, кризис какой-то сырьевой экономики в какой-то обозримом будущем, то я все время говорю, вот есть логика неприемлемого ущерба. Вот атомные станции не строят по принципу, что если рванет, то накроют всех, но вряд ли там, ну, это же небольшой шанс. Как небольшой? Да какой бы он ни был малый, это неприемлемый ущерб. У меня был разговор с одним нашим оставленным человеком. Он говорит, ну, я, Саш, понимаю твою логику, но я тоже думаю, что все-таки обойдется как-то и так далее. Я говорю, ну, представь себе, сейчас входит сюда в ФСО, в кабинет. И говорит, вот по нашим данным кабинет заминирован. Ну, процента два всего, вероятно. А если рванет, то минут через 15-20, скорее всего. Ну, может и через минуту рвануть. У нас шанс очень небольшой. Как мы будем эвакуироваться? Опереезжая в собственный виск или обсуждая вероятность? Вот почему-то к себе мы, может, по одной логике относимся. Ну, так вот с ресурсами то же самое, да? Мы проходим сейчас точки невозврата и уже... А ведь неизбежно, да? Падение цен на сырье и уже мы отыграть в следующий раз, как было в 85-м, в 98-м, мы не сможем. Ну, вы знаете, есть разные точки зрения, но у меня есть аргумент, считаю, совершенно неубиенный. Огромные деньги, которые вкладываются в альтернативную энергетику и так далее на Западе. У меня давно еще была в российской газете статья, которая так и называлась «Капитализм фантастику не финансирует». Вот вы можете обсуждать там, что произойдет с альтернативными проектами, а я это обсуждать не буду. Мне достаточно того, что серьезные люди вкладывают гигантские деньги. Вот вы такие умные, а они там дураки, да? Хорошая такая альтернатива, да. Путин против солнечной батареи. Да. Путин против... У нас своя модернизация. У нас ракетки средней дальности, разделяющиеся валы. Сколько там, максимум, 700-700 миллиардов, да, на 9 лет по нынешней программе ревооружения долларов? Я помню, 23 триллиона цифру, пересчитайте, вот где-то так. Да, это и есть, 23 триллиона 700 миллиардов долларов. Да, да, вот, вот. Ну, кстати, как бы, сейчас у нас вот тоже в ведомостях идет, будет завтра продолжение спора про то, что первичная коррупция или вот эти странные приоритеты. То есть мы тратим много на оборону и мало на медицину, образование, потому что у нас коррупция или у нас коррупция, потому что такая проблема с приоритетами. Вот, на самом деле, довольно существенная вещь. Я, например, все-таки сторонник того, что, как бы, коррупционные, неправильные стимулы, да, которые существуют при разделе пирога. Вот есть пирог, около него стоят люди, у которых стимулы так устроены, что им выгоднее направлять больше денег на войну, ну, на производство оружия, к примеру, на торговлю оружием, на производство, там, ракет и каких-то вещей, связанных с обороной, потому что там есть секретность, там легко воровать, им нужно воровать много. И это некая логика, которая позволяет объяснить. Ну да, грубо говоря, на ракете легче украсть, чем на томографе. Безусловно, да, и гораздо больше, гораздо больше. На томографе вот всего-то там каких-то, там, сколько там ты украдешь, 60 миллионов рублей, по-моему, завышенная цена была, ну, там какое-то количество миллионов рублей, а здесь миллионы в валюте, и к тому же гораздо легче скрыть. То есть вот это некоторая логика, которая позволяет объяснить перекос, да, наш бюджетный перекос, у нас мало идет денег на образование, медицину, сравнительно с развитыми странами, и много на оборону. Ну да, давайте, да. Такой простой вопрос. А какая доля вот в этом перераспределении бюджета может отойти на такой мотив? Обеспечить лояльность военного руководства. Ну да, но это уже другая. И это тоже, я думаю, это тоже включается, потому что военные не могут, в отличие от ФСБ и МВД, они не имеют как бы возможность напрямую, там, простите, крышевать, за такое слово, простите, да, начнут как бы участвовать в некотором экономическом, экономических процессах, и поэтому военных надо как бы, это тоже некая теория, да, что военных надо. Друзья, да, я предлагаю сейчас все-таки давайте не обсуждать военный бюджет, обязательно сделаем еще такую передачу, возьмем, может быть, последний звонок государства у нас пират или менеджер, и затем уже подведем итоги передачи. Ольга. Алло. Да, Ольга, слушаем вас. Я считаю, что государство у нас пират, потому что менеджер, он смотрит не только в завтрашний день, но и в послезавтрашний, и в дальнейшую жизнь, он стремится сохранить свой бизнес, а наше государство, по крайней мере, в политике, действует крайне неразумно, то есть вот противоспоставление Болотной, допустим, и Поклонной, это тактически очень правильно, выборы выиграли, а стратегически разделили страну, такую сложную страну, как наша, которая и так уже разделена и национальностями, и социальным положением людей, экономическим положением людей. Точно тоже самая церковь толкнули. Ну вот, мне кажется, это действие пирата. Понял. Спасибо. Спасибо, Ольга. Ну что ж, Ольга так более-менее подвела итог. Конечно, я думаю, это то, что и наш гость сегодняшний писал в своей статье в ведомостях от 15 августа. Напомню, что наш гость Александр Вадимович Рубцов, руководитель Центра исследования идеологических процессов Институт философии Иран. Государство не тот самый классический стационарный бандит из-за модели Манкура Олсона, а, скорее всего, вот такой вот корсар, пират, который не думает на перспективу, не думает вперед. Ну вот сейчас мы видим эти действия, в том числе и с поспешно принимаемыми законами, и с судом на пусть и райот, действия, очевидно, совершенно не стратегические, ни в сырьевой области, ни в политической. Ну что ж, друзья, хочу поблагодарить вас всех за участие в нашей передаче и наших слушателей, которые поддержали такую непростую, в общем-то, социологическую, эконом-социологическую тему своими звонками. Александр Рудцов, Институт философии Российской Академии Наук. Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев, ведомости, счастливо услышимся через неделю. Ну и от себя скажу, что, знаете, осень проходит, в общем-то, да, и дожди проходят, и осень проходит. Есть хороший фильм Кимки Дука «Весна, лето, зима, осень и снова весна». Вот давайте мы все его вспомним, и, знаете, никакая погода не вечно. Всего доброго.